Привет всем любителям физики и физического эксперимента, с вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о Броуновском движении. Это явление названо в честь шотландского ботаника Роберта Броуна, который наблюдал за мельчайшими зернами пыльцы под микроскопом и к своему удивлению увидел, что они не находятся в неподвижности, но все время мелко дрожат. А впоследствии выяснилось, что так дрожат любые мельчайшие частицы, размер которых составляет один микрон и меньше. И тогда же в 19 веке было высказано предположение о том, что броуновское движение микроскопических частиц вызвано ударами молекул жидкости, в которые эти частицы погружены. Молекулы жидкости движутся совершенно беспорядочно, налетают на броуновскую частицу с разных сторон и удары их оказываются не скомпенсированными. И поскольку частица очень мала, то она движется то в одну, то в другую сторону. И тогда же была высказана мысль о том, что изучая броуновское движение можно узнать характерные параметры самих молекулы жидкости, их массу, размер и среднюю скорость теплового движения. Мы промоделировали броуновское движение в программе Алгуду. Конечно, расстояние между молекулами в нашей модели скорее соответствует газу, а не жидкости. И сама частица здесь всего лишь на порядок больше размера молекулы, так что это скорее нано, а не микрочастица. И тем не менее, эта модель дает представление о реальном движении броуновских частиц. Частица движется как большая молекула. То быстро, то медленно, то в одну, то в другую сторону. И ее траектория представляет собой запутанную ломаную, состоящую из очень маленьких отрезков от одного соударения до другого. И теперь я сделаю некоторые оценки. И буду при этом исходить из того, что средняя кинетическая энергия теплового движения как молекул, так и частица совпадает в условиях теплового равновесия, что здесь и записано. А это означает, что тепловая скорость микрочастицы будет во много раз меньше, чем тепловая скорость молекулы. Ну и давайте примем, что размер молекулы это примерно 10 минус 10 метра, одна десятая нанометра. Размер микрочастицы это один микрон, 10 минус 6 метра. Ну стало быть, микрочастица в 10 тысяч раз больше, чем молекула. Ну тогда ее объем 10 четвертой в кубе в 10 двенадцатый раз больше. Ну и мы будем считать при этом, что плотности жидкости и самой частицы, они примерно одинаковые, так что масса микрочастицы тоже в 10 двенадцатый раз больше, чем масса молекулы. Ну и отсюда следует, что тепловая скорость микрочастицы будет в миллион раз меньше тепловой скорости молекулы. Составляет 10 минус 6 от нее. Если принять, что тепловая скорость молекулы жидкости составляет примерно 100 метров в секунду, то это в миллион раз меньше 100 микрометров в секунду. Но теперь, если подумать, то это все кажется очень странным. Значит, каждую секунду микрочастица должна проходить примерно 100 микрон, в 100 раз больше, чем ее размер. Но мы же видели, что частица скорее дорожит на месте, и отклонения составляют ну максимум 1 микрон от положения равновесия, но никак не 100 размеров частицы. И как же можно разрешить это противоречие? Как его можно объяснить? А дело в том, что частица действительно двигается с тепловой скоростью, но при этом она испытывает миллиарды миллиардов столкновений каждую секунду. А мы снимаем со скоростью всего 24 кадра в секунду. И если мы соединим последовательные точки от кадра к кадру, то мы получим совсем не ту траекторию, по которой реально движется частица. И вот мы осуществили в компьютере случайное блуждание в 10000 шагов. И вот мы видим реальную траекторию частицы, длина которой составляет примерно 3800 единиц. А потом выделили каждое тысячное положение частицы и соединили их между собой. И длина вот этой траектории составляет примерно 90 единиц. В 40 с лишним раз меньше, чем длина длина реальной траектории. Ну и соответственно, если бы мы следили за вот этим красным движением, то мы бы и получили, что средняя скорость этого движения в 40 раз меньше, чем реальная. И тут я покидаю свое место возле камеры и появляюсь в кадре, чтобы задать свой вопрос. Правильно я понял, что существует в каком-то смысле две разных броновских траектории. Одна та, которую мы можем наблюдать своим глазом, следя за частицей под микроскопом. И другая, некая истинная траектория, состоящая из мельчайших шажков, но настолько мелких, что мы не можем их отследить. Да, это именно так. Это похоже на то, как мы измеряем длину побережья на картах разных масштабов. То есть, если у нас карта крупномасштабная, то длина побережья будет гораздо больше, чем на мелкомасштабных картах. Ну и такие линии еще называют фрактальными. И что, мы никаким образом не можем измерить истинную скорость броновской частицы? Ну вот, Альберт Эйнштейн считал, что истинную скорость броновской частицы мы измерить не сможем, потому что для этого нужны очень короткие интервалы измерений. Но, однако же, не так давно эта скорость была успешно измерена. И что же они получили? И они получили в результате, что частица движется действительно со скоростями несколько сотен микрон в секунду. И это скорости движения по инерции, а не те скорости диффузии, которые мы наблюдаем. Ну и, соответственно, получилось прекрасное согласие с теорией равнераспределения энергии по степеням свободы, исходя из которой я и показывал здесь свою оценку скорости. А теперь мы еще раз посмотрим на броуновское движение частиц. Это капли молочного жира размером порядка одного микрона в очень сильно разбавленном молоке. Мы оттрассировали движение одной частицы шагом в одну секунду, а здесь мы прокручиваем эту запись ускоренно. Видно, что частица совершает хаотическое блуждающее движение. И теперь мы понимаем, что каждый отрезок на этой трассировке в действительности сам представляет собой аналогичную ломаную хаотического блуждания, каждый отрезок которой и так далее, вплоть до тех масштабов, где частица движется по инерции. И вот настало время нашего традиционного заключительного вопроса, и он будет сегодня таким. Вы видите, что чем мельче частицы, тем более быстрое броуновское движение они совершают. И я думаю, что посмотрев этот ролик, вы легко объясните, почему так происходит. А ваши соображения пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.